Всем привет, с вами Березовский. В это воскресенье, ребята, я пообещал сделать ролик о том, как правильно настроить ваш роутер, чтобы, во-первых, снизить пинг во всех играх, а во-вторых, это увеличит скорость вашего интернета примерно в 2 или в 3 раза. Ребят, сейчас речь не про то, что у вас, допустим, провайдер, и вы оплачиваете лимит 100 мегабит за интернет, и вдруг там ни с того ни всего станет у вас интернет 150-200 мегабит. Нет, речь не про это. Конкретно речь про то, что, допустим, вечером в час пик, когда вы приходите с работы, с учебой, с универа и так далее, вы садитесь в ютубчик, смотрите сериальчики, играете онлайн. И так делают все вечером в многоквартирном доме, и происходит тупо просадка сети у провайдера. И у вас, допустим, 100 мегабит, но в час пик из-за перегруженности этой сети выдает 20-30-40. Из-за чего это происходит? Ваш роутер настроен на один определенный канал, и все роутеры в многоквартирном доме настроены именно на этот канал. Дело в том, что нужно перенастроить роутер просто тупо на другой, и все. Все сидят в одном, а вы будете сидеть в другом канале, и поэтому не будет перегруза, не будет всяких перебоев, и у вас повысится скорость и понизится пинг, и так далее. В общем, ребята, первая часть ролика пройдет про то, что как настроить 5 ГГц сеть, чтобы избавиться от перегруженности сети, в которой изначально, точнее по дефолту, роутер настраивается. Далее, вторая часть ролика, как правильно и какие именно прописать DNS сервера, потому что у вас тот провайдер, который у вас есть, да, которого вы оплачиваете, он дает определенные DNS сервера, предоставляет свои, и они бывают так, что не выдерживают, они перегружены. Мы пропишем Google сервера, потому что просто тупо сравните, да, ваш провайдер и Google, ну, типа, какая компания больше, стабильнее, там, шире и так далее, это просто банально, ну, логически подумайте. Ну вот, в общем-то, ребят, у меня роутер от Apple, и программа, которая настраивает, да, там все настройки для интернета, называется Utilite Airport. Я буду объяснять на примере этой программы. У вас может быть TP-Link, например, у вас там, допустим, Asus. И, понятное дело, сейчас, я не буду объяснять, у кого там какой роутер, какие настройки, потому что, реально, сейчас 21 век и 2020 год, я думаю, вы легко это найдете в интернете, загуглите. Тем более, я думаю, любой из вас уже настраивал роутер. Короче, первое. Как настроить 5 ГГц сеть? Мы заходим в беспроводную сеть, и у меня здесь параметры, и надо поставить галочку в ваших настройках на включение отдельно 5 ГГц сети. Я вот дал название, Network, как у меня называется обычно, да, там сеть, и прибавил 5 ГГц, чтобы понимать, какая сеть какая. Канал там автоматический, канал 5 ГГц автоматически. Сохранить. Происходит перезагрузка роутера, она может происходить в зависимости от модели, там, минут, например, и так далее. И, короче говоря, смысл в том, что у вас появляется вот Network, это обычная сеть, и Network 5 ГГц, это вторая сеть дублирующая, но уже на частоте 5 ГГц. Смысл в том, что обычная частота 2,4 ГГц, на ней сидят все, и она перегружена. Потому что могут быть банальные перебои от микроволновки, перебои там от всяких устройств, и тупо соседи перебивают ваш сигнал. А 5 ГГц на данный момент не так сильно развита, и многие там тупо не сидят. Поэтому 5 ГГц, она, как правило, очень свободная. И не подлежит именно перебоям со стороны всяких приборов, таких как, там, типа, беспроводные устройства, там, микроволновка и прочее. Вот так вот, ребята. Поэтому настраиваем отдельно. И смысл в том, что на обычной сети я лично подкрепил телефон, планшет и всякие мобильные устройства. Потому что им не нужна высокая скорость. Зачем им там все 100 Мбит? Я смотрю Ютубчик, на планшете играю, например, да, там, хотя, вот, если вы играете онлайн, тогда присоединяемся к 5 ГГцовой сети. А так там Ютубчик, интернет-страницы, ссылки, допустим, ВКонтакте, Инстаграм и прочее. Вам не нужно там 100 Мбит, вам и 20 хватит. Поэтому и принтер, и еще у меня принтер на обычной сети висит. Поэтому на обычной сети вешаем те устройства, которые не требуют высокой нагрузки и высокой скорости интернета. Вот так вот. А на 5 ГГц я себе подсоединил макбук, потому что мне на макбуке надо стримить. То есть у меня OBS, вот она, смотрите, сейчас покажу внизу, сейчас вот так отменить. Вот, сейчас всплывет. OBS Studio, вот программа, через которую я стримлю на Ютубе. Там у меня камера, микрофон, там планшет подсоединен и так далее. И мне реально для стримов, чтобы это было все комфортно, без перебоев, без лагов и прочее. Я именно включил себе 5 ГГц, вот для этих целей. И у меня все, у меня стримы вообще не лагают, нет никаких задержек. У меня стабильно, я проверяю, да, в OBS смотрю, 0,0% потери кадров, пропуск кадров. То есть вот так работает, вуаля. Хотя я стримлю в 16.00 и до 7 вечера примерно, в самый час пик. И вообще нет потери кадров. Ну так вот, ребятки, настроили 5 ГГц отдельно. Давайте затестим скорость. Смотрите, сейчас я обычную сеть включаю, вот она, Network. Давайте, я вам подготовил, запоминаем, голиться на Telecom. Ну, чтобы одинаково, да, две сети протестить. Давайте, go, смотрим. Ping 4. Ну, у меня нет проблемы с пингом, как бы никогда вообще. Выдает, сейчас, кстати, хорошо выдает, видимо, многие люди отсоединились от этой сети. Сейчас, ну, типа, пошли спать, наверное, потому что у меня сколько? 10 вечера уже. Вот, ну, короче говоря, 50 на загрузку выдает, 50. Хотя у меня провайдер 100 мегабит. 100 мегабит провайдеры, ребят, выдает 50 на загрузке, на закачке. А вот на upload, то есть когда загрузка в интернет, не скачка, да, а загрузка. Не скачивание, а выгрузка, так скажем. Выдает почти все 100. Нормально, достойно, достойно. Давайте, ребятки, для теста меняем на 5 гигагерц. 5 гигагерц меняем. Сейчас подсоединиться. Ага. Сейчас. Поиск. Все, все, подсоединилась. Давайте снова go включим. И посмотрим. Ага, пинг тот же, в принципе. О! Ну, вуаля, смотрите. То есть понятно, да, что он сейчас разгонится. И смотрите, там держалось 50, а тут хоп. Из-за такой сети, то есть видите, 60, 65 пошло, 70, вот, 72. Во, видали? Было 50, осталось 72. Ну и с загрузкой, в принципе, точнее с выгрузкой в интернет не было никогда проблем, в принципе. Именно здесь, в speedtest.net. Давайте еще раз затестим, еще раз. Интересно просто посмотреть повторно, сколько покажет, потому что сейчас он разгонится, получается. 4 пинг, вот. О, 80, 85. Смотрите, смотрите, смотрите. Пошел, пошел разгон. 90. А у меня сейчас, получается, да, вот, у меня 100 мегабит провайдер. Только что на обычной сети показывало 50 мегабит. Ну, примерно, да? О, 90, ребят, 90. Видели, какой подскок? То есть было 50, стало 90. Я думаю, короче говоря, все понятно. Я думаю, все понятно, о чем я говорю, о чем речь вообще. Было 50, стало 90. Пруфы, как бы, вам налицо. Вот, получается, у меня две сети. И еще раз, для онлайн игр и для макбука, для стримов я держу 5 ГГц. А вот обычный нетворк на 2,4 ГГц держу для планшета, для ютуба, для телефона, там и прочее. Понятно, ребят. Закрепили. Мы сделали, говорим мне спасибо, ставим лайкос за помощь. Далее, вторая часть ролика. ДНС сервера. Дело в том, что ваш провайдер уже предоставляет определенные ДНС сервера. И прикол в том, что они не всегда стабильны. То есть иногда провайдер просто по скорости и так далее может проваливаться. Прописываем Google публичные ДНС сервера. Именно Google, потому что я считаю его наиболее стабильным. Вы просто посмотрите, там загуглите, поищите, что это такое и с чем его едят. А вы просто возьмите мою настройку и настройте. Интересно будет узнать, что это. Сами загуглите. В общем, основной ДНС сервер настраиваем 8.8.8.8. 4 восьмерки. Вспомогательный, дополнительный ДНС сервер настраиваем 8.8.4.4. Я оставлю в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Вы просто скопируете и себе вставите. Далее ДНС сервера IPv6. Настраиваем вот этот основной и вот этот дополнительный. Я их тоже вам оставлю в описании и в закрепленном комментарии к этому ролику. Просто скопируете себе и сделаете. Вот ДНС обычный, два сервера. Один основной, да, другой вспомогательный. И V6. Один основной, другой вспомогательный. Нажимаете обновить. У вас перезагружается роутер, получается. Такие дела тоже там минуты-полторы буквально. А далее вам нужно зайти в настройки вашей сети, вашей интернет-сети. Вот у меня она вот здесь, получается. И прописать ДНС у себя на компьютере, ребят. То есть у вас на Windows это может быть немножко по-другому, да, выглядеть. Вы, я думаю, загуглите, найдете. Ребят, сейчас как бы это вообще не проблема. Я думаю, каждый из вас знает уже, как это делается. То есть в ДНС как прописать. Или загуглите, поищите, как у вас это на компе делается. Прописываете 4 восьмерки, 8, 8, 4, 4 и вот эти два ДНС сервера. Отдельно у себя на компьютере именно к вашей сети. То есть это надо сделать на уровне первого роутера и на уровне вашего компьютера. Вот такие две настройки, ребят. Все. И с этого момента, смотрите, вы играете онлайн. Один, у вас, первое, 5 ГГц сеть. Второе, настроены ДНС сервера. Вуаля, все. Первое, мы уже с вами протестили, что повысилась скорость интернета. То есть вы все сами увидели. Было 50 Мбит, стало 90. Там с лишним. И второе, вы прописали публичные ДНС сервера. И теперь у вас будет стабильный пинг, низкий и стабильный интернет. Не будет проваливаться. Вот на этом все, ребят. На этом все. Настройте также на планшете, то есть на iPad. Вы зайдите на iPad в Wi-Fi настройки. Нажмите кнопочку I. И там пропишите ДНС сервера. Еще раз показываю. У вас на iPad или с чего вы играете? С iPhone играете, ребят? На iPhone прописываете. Заходите себе дружно в настройки того Wi-Fi, с которого вы играете. И на iPhone или на iPad прописываете вот эти DNS сервера. Во вкладке DNS. Это надо сделать, в том числе, как я сказал, на мобильном устройстве. Все. Вот и все. Очень простая настройка, ребят. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Я надеюсь, я вас, ну, чему-то научил. Что-то полезное принес. С вас лайкос. С меня, как всегда, годный информативный контент. С вами был, есть и будет, профессор Березовский. Всем до новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок